Скажите, пожалуйста, такой вот сегодня вопрос единого мнения, единого взгляда на ситуацию, которая сегодня сложилась в Донецкой, Луганской области, нет, на наш взгляд. Как вы видите причину возникновения того, что сейчас происходит? И ваше мнение, есть ли варианты разрешения этого конфликта в кратчайшие сроки, а не растягивание это на года, скажем так? Вот представьте себе картину, когда большая семья живет и из этой семьи забрали отца и мать заодно. Дети предоставлены сами себе, они потеряли отца, они начинают беситься. Но если это перенести на Донецкий и Луганский регион, они потеряли отца. Янукович в какой-то степени был для них таким, знаете, самым главным отцом он все решал. Его там самые главные отцы, там маленькие, это директора завода в Ахмедов, в Олигархе, там было все понятно, понятно, кому подчиняться. На сегодняшний день вот этого отца изъяли, и они, то есть вот этот психологический авторитет у них исчез. И пока он не будет найден, кто в Донбассе самый главный авторитет, вот кому они будут связывать с ним чаяния, как с отцом, кому они согласятся подчиняться. И по сути, вот если бы правительство начало думать и президент о том, как им создать этого психологического отца, я не знаю, кто он должен быть. Но я знаю, что уже не будет ни Тарута, ни Ахметов, ни Янукович, это все уже люди, которые дискредитированы. Значит, должны появиться вот новые отецы. Сейчас не с кем даже переговоры вести. Потому что вы видите, что каждая Луганская там республика, там Донецкая республика, плюс огромное количество этих ополчений, настоящие люди, которые вышли там из домов, начали воевать, они по сути остались сиротами. Для них был мир понятен. Они знали, что ворует отец, но он есть. Царь любит. Да. А сейчас они его потеряли. Поэтому создание вот этого авторитета, я думаю, что серьезно должно быть занято и РНБО, и вся президентская рация. Но авторитет должен быть оттуда, именно с Луганска, с Донецка. Он не может быть завезенным авторитетом. Он может быть и не оттуда. Важно, чтобы его признали. Отец может прийти откуда угодно. Хоть с Америки, не важно. Хоть с России, хоть с Киева. Это важно, чтобы они его признали. Вот знаете, вот почувствовали в нем. Но поиски такого отца могут затянуться. Ну, как правило, так как это психологическое состояние, они сейчас уже ищут его. То есть они загнаны, окружены войсками. Там идет эта бойня, уже устали все. И, конечно же, сейчас они в ожидании и поиске этого отца. Уже сами люди. И на самом деле они могут сами себе его создать. Это может быть любой. Придумать. Не то, что придумать, а вот совпадет образ с их мыслями. Я бы на месте социологов очень серьезно позаботился опросить этих повстанцев, чего они ждут. И на основе этого, опять же, это... Вы знаете, если, опять-таки же, разговаривая с людьми, которые там находились на Востоке, они четко, четкого ответа, чего они ждут, там нет всего. Они не могут сформулировать. Они не могут сформулировать, чего они хотят. Русский язык, по большому счету, это, грубо говоря, какая-то такая отговорка. Федерализация, понятие самой федерализации, они не понимают, что это такое. Это у них извращенное понятие. Надо искать в корне. Обиды есть. Обиды, что есть, ими не считаются. Что их считают за быдло. Что их бросили все, в том числе Янукович и наши. Что их бомбят. У них огромное количество обид. Это как у сирот возникает такое обида на весь свет. Конечно же, он не может сформулировать формулировку, а вот кого бы он полюбил. Вот как, должен прийти матери, отец и взять его в другую семью. По сути, он должен захотеть в эту семью войти. И вот тогда начинаются чудеса, люди преобразуются. Ребенок вдруг начинает вести себя правильно. Вот здесь вот, возможно, должна быть некая моноидея для них, которая заставит их в нее поверить. Что мы вот, ой, вот так бы мы хотели жить. Сегодня, после всего происходящего, Украина переживает небывалый, на наш взгляд, всплеск патриотизма. В разных социальных связях населения. И сегодня есть какое-то патриотическое видение этой семьи в целом в Киеве. В Одессе она наблюдается. Но в Киеве, это является, наверное, сегодня западная Украина, Киев, это центр патриотизма. Почему нельзя пойти в... почему они не могут в эту семью войти? Наверное, может, им надо показать, потому что, на самом деле, нарисованный миф бандеровца... А вы представляете, что вот они не понимают язык? Украинский. Да. Вот они не понимают определенные, как они называются, диалекты. Вот там уже разный есть язык. Там полтавский есть, там... Сурский. Закарпатский, там мешанный... Киевский, да, там Днепропетровский вообще особый. Возможно, там где-то в Донецке, Луганске, в селах там еще говорят по-украински, там еще старые люди. Но огромная масса людей вообще не понимают, они новости смотреть не могут. Просто слова не понимают. Но, еще, наверное, несколько лет назад, я уверен, что жители Донецкой, Луганской области, с уверенностью могу сказать про одесситов, спокойно ездили, как в Карпаты, так и в Закарпаты, отдыхали, отдыхали, общий язык. Сегодня, если мы выйдем в Китай, мы найдем все равно общий язык с китайцами. Если мы поедем в Бразилию, мы все равно найдем общий язык в Китае. Потому что вы приехали туда либо путешествовать, либо что-то купить. И с вами найдут. У них сейчас нету, чем заниматься. Я прочитал Виллигрэвскую статью там в Фейсбуке, там они написали, что сидит человек с автоматом, и у него говорят, ты отдашь автомат? Он говорит, нет, потому что меня впервые уважать стали. Потому что я раньше был практически бомж, а ничем не занимался, меня все шпыняли, а теперь меня боятся. Уважать и бояться, это две разные вещи. Он считает, что его так уважают. Автомат стал его защитой от внешнего мира.